Скажите, пожалуйста, вопрос восстановления лесного фонда. Какие меры предпринимаются вами для того, чтобы там, где выявлено нарушение, в частности, незаконной срубки, лес был восстановлен? Дмитрий Ильич, мы эту работу проводим, безусловно, и у нас в лесном плане определены все фактические показатели. Но, как правило, вот эти незаконные рубки, они осуществляются выборочно. То есть, нарушители, заведомо зная об административной ответственности, идут на это и выбирают насаждение, будем говорить, лучшие деревья для того, чтобы... То есть, нарушители платят штраф, а лес так и остается, ну, пустая поляна вместо леса? Нет, получается, что все рубки, которые, если сплошные у нас проходят, незаконные рубки, они, безусловно, восстанавливаются. В 80% соотношении с казанской, то есть, относительно общего объема выявленных нарушений, сколько восстановлено лесом? Дмитрий Викторович, вообще, в целом у нас по министерству все... Хорошо, давайте я по-другому, вот я помогу Дмитрию Викторовичу вопрос поставить, учитывая, что, может быть, он в лесу мало приходилось работать. Вы можете, ведь, поставить вопрос по-другому. Взять плотность древесины на одном гектаре, да? Выявлена рубка, пусть она будет выборочной. Да, в данном случае там лесовосстановление провести невозможно. Допустим, там дерево украли, там украли, там украли. Самое лучшее выбрали, среди леса, значит, растение не посадишь, оно не вырастет. Значит, ведь можно заставить посадить в другом месте, и, допустим, с коэффициентом один к десяти. Вырубил, условно говоря, сто гектаров, да? Вернее, сто кубометров. Вот гектар посади, или там два гектара леса. Почему нельзя такой порядок вести? Это в вашей власти. Вы можете это сделать своим нормативным документом, министерством. Там это в речь идет. И мы готовы помогать и исками, и всем остальным, то есть понуждать? Вот вы сначала в своих нормативных документах это предусмотрите, а потом прокуратура будет тоже вам помогать, чтобы это все выполнялось. А если у вас безответственность, значит, эти нарушители, они прекрасно понимают, что если сплошную рубку, значит, произвел, значит, заставит насаждение сделать. Если, значит, понакрал там посреди леса, значит, понапилил там, значит, по одному дереву на гектаре, то полная безответственность, штрафом обойдемся. Хорошо, Анатолий Ильич, мы проработаем, безусловно, внедрим это. Спасибо. Так, еще вопросы какие?